У меня ощущение, что Пригожин ведет личную избирательную кампанию, что его задача не какая-то сиюминутная. Отставка Шойгу ему плевать. Он будет также плевать генералов, которые будут вместо Шойгу, например. Но он демонстрирует все большему количеству людей, что он очень крутой. У него есть своя армия, что он много может, что он может и ругать больших начальников, и воевать на фронте успешно. И к нему начинают подтягиваться всякие разные. Ведь то, что он говорит, это же еще и работает на элиту внутри России, которая тоже же мечется. Она думает, господи, боже мой, уже Херсон сдали. Дальше что? Куда? К кому прислониться? Кто? Кто следующий? Кто будет центр силы? О, Пригожин. Смотрите, какой он крутой, какой он борзой. Надо уже держать уши по ветру в сторону Пригожина. Вот, наверное, его стратегия такая. Стратегия. А конкретные сиюминутные цели сейчас не имеют значения. Он, я думаю, действует как вдохновенный артист. Знаете, он поет. И куда там его занесет? Какую он ноту сейчас возьмет? Кому кувалду пришлет? Кому не пришлет? Он не знает. Сегодня он на этого Слуцкого наехал, который возглавляет ЛДПР. Серьезный наезд, классный. Слуцкий действительно очень неприятный персонаж. И действительно его вот эти вот там приставания к женщинам, это прям такая вот недостойная, так сказать, поведение. И все на свете. То есть Пригожин хорошо, так сказать, позиционирует себя, что он против всякого вот, против чмо. Он против чмо. Понимаете? Ну вот. А если смотреть глобально на вот эти амбиции, в таком случае здесь что нужно усматривать? Президентство будущее где-то там в очень далекой перспективе? Или же свои люди в парламенте в рамках чего? Единая там политсила или единая, ну своя политсила, единая Россия или как? Вот партия Ястребов. Вот на это расчет или на что? У меня ощущение, что он выдвинет кого-то перед собой. И на мой взгляд, он перед собой выдвинет какое-то небольшое там политбюро. Три человека. Я считаю, что это будет там, не знаю, ну например, Грудинин. Кто-то годящийся Грудинину в сыновья возраст 35 плюс-минус. И скорее всего это будет женщина-предприниматель. И третий должен быть какой-то писатель, лидер мнений, которому, так сказать, вот верят, не знаю. Ну не как Солженицыну, про него, я думаю, подзабыли. А, так сказать, ну вот Проханов мог бы быть. Но Проханов, во-первых, староват. Во-вторых, по-моему, зарапортовался с политикой, с геополитикой. А будущая, так сказать, власть, она будет дистанцироваться от геополитики. Вот в России тот, кто захочет прийти к власти после Путина или вместо Путина, он, мне кажется, заговорит, что, ребята, Россия проиграла войну. Мы ничего не можем сделать. Мы, так сказать, тоже не любим НАТО, но деваться нам некуда. И поэтому мы теперь будем заниматься своими делами внутри России. И как бы вот те русские, которые до сих пор ненавидят НАТО, Украину, слушают эту ахинею по телевизору и верят, они скажут, а что, нормальные ребята, точно, действительно, у нас много внутренних проблем. У нас там и коррупция, и там ЖКХ плохой, и тут воруют, и тут воруют. Давайте действительно займемся делом, а как бы про Крым наш пока говорить не будет. Ну что ж, проиграли войну, так проиграли. Бывает, типа ее Путин проиграл, да? А этот хороший парень, вот он трех посадил перед собой, они отличные ребята, а то, что у них за спиной стоит Пригожин, мне кажется, это будут знать только умники и вот, так сказать, обсуждать политические обозреватели. А народ будет по телевизору вот потреблять вот этих трех новых правителей России, и они не будут ни президентами, ни парламентом, они будут именно вот каким-то комитет по спасению России. Это будет вот какая-то такая структура.